Шилов Дмитрий Юрьевич Здравствуйте, товарищи! Рад приветствовать участников конференции. Моя тема звучит так, что две идеологии в современном мире. Идеология. Начну с того, что такое идеология вообще. Идеология – это совокупность идей, присутствующих в общественном сознании. Как мы знаем, общество у нас классовое, противоречивое. Поэтому и идеи тоже противоречивые. И разные идеи присутствуют в общественном сознании. И чтобы лучше понять, как формируются эти идеи, и как мы пришли к пониманию современной идеологии, очень полезно было бы заглянуть в прошлое и посмотреть, как развивалось общество материалистическое, посмотреть на это развитие. Ну, значит, вначале было общество коммунистическое. Оно представляло из себя общество трудящихся. В общем, развитие производительных сил было низкое. Все трудились. И, в общем, действовал принцип, что не работает, тот не есть. Соответственно, идеология тоже была рабочего, ну, трудящихся, я так скажу. Вот. И развитие средств производства не позволяло присваивать чужой труд. И, в общем, каждый трудился на благо общества. Ну, на поздних этапах развития производительных сил произошло разложение общества коммунистического. Произошло первое отрицание, согласно закону, отрицание, отрицание, первое отрицание коммунистического способа производства. И общество пришло к классовому обществу. Соответственно, в общественном сознании идеи тоже разделились. Они разделились на идеи господствующего класса, рабовладельцев, вот, и идеи рабов. И дальнейшее развитие идеологии происходило вот в луне частнособственнических формаций. Сменялись частнособственнические формации, рабовладение сменилось феодализмом. Соответственно, идеи господствующего класса это были идеи феодалов, вот, и идеи трудящихся тоже присутствовали, но они не были настолько глубоки и не обладали той силой, которая эти идеи приобрели. впоследствии с появлением марксизма. Марксизм это идея рабочего класса, которая выражает его коренные интересы, и появилась она на заре, так сказать, развития капиталистического способа производства. и она отвечает, эта идея отвечает на вопрос, что делать, что делать рабочему классу, что делать классу буржуазии. И развитие производительных сил при капитализме достигло такого высокого уровня, что создало условия и предпосылки для перехода нового общества, общества без классов, и основной силой, которая совершает этот переход, это является силой организованного рабочего класса, чьи интересы представляют собой марксизм. таким образом рабочий класс в лице своих идеологов, таких как Маркс, Энглес, Ленин, современные идеологи, Михаил Васильевич Попов, Золотов и другие товарищи, Казенов, Александр Сергеевич, которые помогают нам, рабочим, осознать свою историческую роль и перейти к борьбе, которая, как известно, уже исторический опыт подтвердил, приводит к победе рабочего класса и освобождению, освобождению трудящихся и переходу бесклассовому обществу. Ну, несмотря на то, что в Европе и в частности в нашей стране произошел откат к капиталистическому способу производства, несмотря на это идея коммунистическая, широко представленная в современном мире, этот мир стал двуполярным после того, как идея Маркса, Ленина, Энгельса обрели свое материальное воплощение, перешли, так сказать, действительность. Эти идеи, значит, эта революция, Великая Октябрьская революция, послужила отправной точкой новой эпохи, эпохи пролетарских революций. это дело, дело это продолжает жить, и широко представлена идеология рабочего класса в современном мире. Она представлена такими странами, в которых победил социализм. И на сегодняшний день это Китай, который находится на первом месте, месте по валу внутреннему продукту. и собственно говоря, ну да, и также мы знаем Северная Корея, которая действительно может вести независимую политику, противостоять таким империалистическим хищникам, как США. И в общем-то мы видим, что сегодня эта идеология и эта сила представляет серьезную и альтернативу капиталистическому способу производства. И капитализм на рубеже 19-го и 20-го века вступил в свою последнюю и, как говорил Владимир Ильич Ленин, загнивающую стадию империализма. И собственно Владимир Ильич Ленин показал наглядно в своей работе империализм как высшая стадия капитализма, что империализм загнивает и единственный выход из этой сложившейся ситуации вот и он продолжает загнивать и по сей день мы живем в эту эпоху, выход из этой сложившейся ситуации является только один переход к колонистическому способу производства. идеология этой борьбы и план описан в марксизме и собственно надо понять, что буржуазные идеологи пытаются представить все в том свете, что якобы капитализм это единственный такой строй, который сейчас господствует. Но это не так. На самом деле страны социалистического лагеря представляют собой единственную альтернативу вот этому загниванию, этому разрушению, деградации, которую мы сейчас видим по всему миру. И даже те страны, которые являлись империалистическими, так сказать, прогрессивными, да, ну, в каком-то плане, там, развития производства, сейчас они переходят в какую-то противоположность. Это деградация, деградация науки, культуры, вот, во что превратилась Европа, во что превращаются Соединенные Штаты Америки сейчас вот в плане идеологии, это разлагающееся общество, в которых, в общем, человеку, человеку живется очень тяжело, трудящемуся человеку, вот, ну, а то, что несется, несет империализм, и последняя стадия капитализма, это войны, разрушения, это уничтожение стран, и картина создается такая, что вот есть лагерь капиталистический, да, где вот эта грязня, да, вот, где империалистические хищники уничтожают слабые страны, экономики, подчиняют их, колониализм, вот этот, где бесконечные войны, передел собственности, и есть лагерь социалистический, вот, к которому вынуждены тянуться те страны, которые попали под это воздействие колониальное, колониальное, новое, колониальное, разрушительное, в общем, угнетающее воздействие, и эти страны, в том числе и Россия, тянется, тянется к социалистическому лагерю, вот, это, это нужно понимать, и, и мы живем, товарищи, очень интересное с вами время, когда идеология рабочего класса, коммунистическая идеология набирает, набирает силу, это видно, что капиталистическому миру нечего, нечего предложить, кроме вот этой вот грызни, да, войн, там, разрушения, в то время как идеология рабочего класса показывает, что есть выход, есть выход, наличие партии, да, наша деятельность, я верю, что рано или поздно идея овладевают массами, и рабочий класс проснется, и в конце концов мы, товарищи, перейдем к нашему коммунизму, и все будет хорошо. благодарю за внимание, и большая честь для меня быть в рядах нашей партии, я призываю всех рабочих тоже присоединяться, бороться за дело Марса, Ленина, Сталина, вот, и вместе мы победим, спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.